Когда уходит из жизни большой артист, это громадная утрата. Беднее становится культура. Легендарная виолончелистка Медея Абрамян прожила долгую жизнь, наполненную, яркую. Через год мы бы отметили ее 90-летие. Но все равно трудно поверить, что выдающаяся артистка, на долю которой выпали, такая всенародная любовь и слава теперь станет только воспоминанием. Ее великую роль, уникальную для любого общества и любого времени, мы не ощущали так остро еще в недавнем прошлом. Уникальный музыкант, кумир ни одного поколения меломанов, замечательный педагог, воспитавший целую плеяду артистов, уверенно осваивающая мировые сценические площадки, она в течение всей творческой жизни непрерывно несла тот духовный груз, который есть бремя и принадлежность таланта. Теперь она ярчайшая страница в истории армянского исполнительного искусства. Заслуга Медея Абрамян перед армянской культурой не исчерпывает лишь ее артистическая деятельность с 1950 по 2007 годы, когда она бралась за исполнение множества произведений армянских композиторов разных поколений. На ее долю выпала честь утвердить и развить принципы великого ее педагога Мастислава Ростроповича. Для нее сцена, музыка являлись тем святейшим храмом, который служит облагораживанию души и эстетическому воспитанию нравственности. Она покоряла пространство виолончельной музыки, основала невидимую территорию без границ. На ее долю выпал размах музыкальных траекторий от Баха, Бетховена, Брамса, Шуберта, Шопена, Чайковского до Шостаковича, Хачатуряна, Алана, Аванеса, Сарьяна, Мирзаяна, Арутюняна, Саркисяна и других современных армянских и зарубежных авторов. Ни в изобилии сочинений, ни в их разнообразии и даже не в успехе, который им неизменно сопутствовал, а в работе над каждым произведением она черпала подлинное творческое вдохновение. Любой начинающий артист мог позавидовать ее энергии, ее молодости в искусстве, ее неутомимости в работе и поучиться вместе с тем той глубочайшей серьезности, сосредоточенности и мудрости, которые Медея Вартановна постоянно вкладывала в свое служение музыке. Музыка для нее была не просто любимой профессией, она была привязанностью фантастической, со всеми своими буднями и праздниками, радостями и тревогами. Музыка оставалась ее единственной страстью. Оглядываясь на пройденный путь, она могла сказать, что для музыки она никогда не жалела сил. С открытым сердцем она шла навстречу с творчеством. Ею был накоплен огромный опыт. Позади были десятки городов, сотни исполненных произведений, из которых многие написаны для нее и посвящены ей. Концерты на сценах Армении, за рубежом, выступления по телевидению, радиозаписи. Все это в большой степени способствовало появлению того качества сольного и ансамблевого искусства, которое позволяет говорить о ней как о значительном явлении в концертной жизни страны. Одна из самых ярких и первых выпускниц и первый лауреат Мстислава Ростроповича в Московской консерватории М.Д. Абрамян прошла долгий творческий путь. Ее имя, как по волшебству, заискрилось и засверкало в далеком 1955 году на престижном конкурсе в Праге, когда она завоевала первую премию. Но и сразу же продолжились нелегкие сражения в Ялончилийске за сохранение своего самобытного таланта. Ювелирная работа по его шлифовке, творческая битва за его расцвет. Борьба серьезная, полная побед, ставшая основой ее жизни, такой блестящей, но наполненной неимоверным трудом и поисками. А ведь так легко было поверить, что все найдено, обретено, завершено. Мало ли есть примеров того, что одна, всего лишь одна победа или прекрасно исполненное произведение до конца определяет творческое лицо исполнителя, которое с одним выражением так и застревает на долгие годы. Необычайная творческая активность с первых же шагов в искусстве, безусловно, сказалась на масштабах артистической деятельности Медея Абрамян. И вправду трудно перечислить имена композиторов, сочинения которых входили в ее репертуар. Бетховен, Гайден, Гендель, Глазунов, Хиндемид, Миссиан и почти все армянские авторы, пишущие виолончельную музыку. Ее сольные концерты и выступления проходили при переполненных залах. Ее талант не только проявился в середине века, но и выразил глубинный смысл этого периода развития армянского исполнительского искусства. И манера исполнения, основанная на внимании к авторскому стилю, и особое музыкальное постижение фразы, тембр богатства и своеобразие интонаций. Все это великолепие средств нужно было ей для того, чтобы сделать музыку не только слышимой, но и зримой, чтобы одухотворить и окрылить мысль. Одним из первых на игру Медеи откликнулся ее педагог Мастислав Ростропович. Очень люблю талантливых, блестящих армянских музыкантов. Редко встречается такое дарование, как у Медеи Авраамян. Уверен в ее блестящем будущем, говорил он. На ее концерты ходили, предвкушая неожиданность. Она была всегда непредсказуема, не обманывала ожиданий. При первых же звуках, вызванных ее прикосновением к инструменту, происходило полное погружение в мир музыки, раскрепощающей, духовно очищающей. И любая программа, составленная ею, оставляла ощущение хорошего вкуса. И все, что она играла, отличалось редкой выразительностью звучания. Ощущение исповеди ее интерпретации доносили до слушателя первозданную свежесть восприятия сочинения. Казалось, музыка рождается в импровизационном озарении, во вдохновенном порыве, как подлинное чудо. Произведение каждого композитора Медея Абраамян играло с каким-то глубоким постижением не только настроений автора, но и собственных, видимо, очень личных переживаний. Слушая ее игру, казалось, что в ее руках не один, а несколько струнных инструментов, наделенных разными тембрами, от контрабаса до скрипки. Ее виолончель успешно соперничала с человеческим голосом. Она пела, естественно, просто без ложи. Можно сказать, что Медея Абраамян была не только первой исполнительницей виолончельной музыки армянских композиторов, но и во многих случаях и соавтором. Весь процесс работы над сонатой проходил при участии замечательной виолончелистки Медея Абраамян. Мне очень пригодился ее богатейший опыт совместной работы с армянскими композиторами по созданию новых вокальных сочинений, большей частью ей же посвященных. Как всегда, Медея работала, не жалея сил. Поэму я написал, консультируясь с моей несравненной, необыкновенной Медеей. Как я могу забыть, до какой степени я обязан ей своей сонатой, которую посвятил Мастиславу Ростроповичу, буквально заставившего меня ее написать, писал Эдуард Мерзаян в своей книге «Фрагменты». В тесном сотрудничестве с Медеей создавалось и большинство виолончельных произведений Адама Худаяна, Лазаря Сарьяна, Арноба Баджаняна и других современных армянских авторов. Она активно пропагандировала их произведения не только в Армении, Москве, Ленинграде, городах Прибалтики, но и в Чехословакии, Болгарии, Франции, Сирии, Румынии. Я многим пожертвовала ради искусства, перед каждым выступлением вступала в борьбу с инструментом, но это была моя жизнь в музыке. Медея Абрамян